ну что ж всем привет если верить счетчику который отображается в чате то меня уже смотрит 6 человек правда один из них наверное я сам ну хорошо 5 человек ну что ж наступило лето я думаю привет жене я думаю большинство зрителей уже ощущается лето в воздухе а значит лето начинаешь думать о пустыне какая игра как нельзя лучше подходит под тему пустыни кроме дюны разумеется но нет я не про дюну я про принца персии но стримить обычного принца персии это было бы не интересно вы уже помните что какое-то время назад у меня уже были такие стримы по необычным играм о принце персии я вам показывал эксклюзивную часть на вии и почти ее прошел но не до конца потому что в конце игры если вы помните там прям жесть какие сложные начинаются моменты и просто я задолбался это пожалуй самая сложная игра серии вот этот эксклюзивная вишня которая называется как там the forgotten sense то есть называется также как то что выходило на пк на самом деле это совершенно другая игра ну так вот сегодня я вам покажу еще одну одного эксклюзивного принца персии вернее казалось бы это те самые два трона в которых много кто играл кстати да вы можете задать вопрос с какого фига я начинаю аж с третьей части трилогии песков времени ну вот так получилось то что так получилось что именно третья часть мне больше всех запала я в нее больше всех играл недавно ее перепрошел и вот решил показать вам эксклюзивную версию для psp ну и собственно давайте переходить от слов к делу так вот если в двух словах то это та же самая те же самые две трона два трона но с дополнительными уровнями хотя называется по-другому виде равил сортс какие минусы из-за того что эта версия для psp ну да 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 сначала про эксклюзивность надо сказать короче да здесь есть эксклюзивные уровни которых больше нет нигде сразу можно видеть увидеть новые пункты мультиплеер и кирио тресис это эксклюзивные гонки на колеснице вот допустим давайте к сходу вот покажу вам одну из них хотя казалось бы эти уровни на колеснице наверное самое бесячее что есть в игре но вдруг вдруг вам мало вдруг вы захотите еще уровни кстати не так и плохо все выглядит друг вы захотите е-мое никогда их не играл если что потому что секции на колеснице мне как раз не понравились в основной игре поле это минус вообще стоит блин что с перемоткой с ракурсом камеры это не глюк эмулятора это такая игра так сейчас секундочку так сейчас я так что я здесь короче вот такие бонусы конечно что такое режим мультиплеера тоже казалось бы какой мультиплеер может быть в игре принцип персии поэтому тоже сразу разрушил этот миф но не мифа то что ты сделал заразы отбивался блин я ж нажимаю кнопку еще такое блин жесть самая веселая механика как это проходить все мои это чё за изврат вообще какой-то уровень гонок от хела ну ладно короче я думаю смысл понятен чем такие вот нереальные гонки для тех кому мало основной игры ну будем играть не в этом для начала наша первостепенная цель это просто начать проходить игру и самая 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 первая цель кстати а что за экстра фича с этого оригинале было да 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 и то опции тут есть и опции ничего интересного слоу моушен чего понял ну пусть будет целом хотя да кнопок мало у нас вот какое управление ладно давайте начнем игру все равно не пропускаемая заставка самом начале ну а тут момент который возможно вам не понравится но я буду проходить на изи объясню почему потому что на нормале игра нифига не ну это короче будет надолго а я не хочу затягивать эти стримы поэтому давайте на изи и как раз я сравню уровни сложности самая качество видео конечно парень из мастей хотя на самом экране пи спи она смотрится отлично что это не единственное что это не динь но это не как раз это не боже да кое-каке Принц... Да, почти дома. Но почти не считается. Пока принца не было... Продолжение следует... 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 нормальный баланс где-то да вроде бы и меня слышно игру да может даже еще потише вот как-то так наверное так короче да ты вот удивился что что на пи спи есть эта игра да причем я более того скажу ну в принципе кстати сейчас играют выглядит не так и плохо вот если так смотреть но тут уже вот если хорошо помнить пока версию уже можно заметить отличие вернее не прямо сейчас вот сейчас можно будет заметить вот в пока версии на на вот этом фоне была вавилонская башня одессе и нет ладно я хотел сказать немножко своей истории знакомства с этой игрой у меня это произошло так именно вот прям первое знакомство с этой игрой меня было spk версии это было так что мой знакомый мой ну мой друг по школе принес короче лицензионный диск а такелы где были все три игры на этом диске был star force поэтому а так как он играл сам то он мне этот диск не дал то есть он прям вот скопировать его нельзя но вот мне он типа показал именно вот эту кстати игру мне показал то есть из всех трех что там были он вот именно это мне допустил ну меня конечно потрясло для меня вообще был шок что типа камон принц персий ну просто для меня принц персий эта игра на дэнди я тогда даже с другими версиями особо не был знаком а тут он не гают типа игра про принца персий ты чё ты там старье какое-то и тут он мне пока блин отличная первая смерть так вот и вот он мне показывает эту игру и и я конечно очень офигел и мне захотелось его поиграть но я же диском не не дал и так и так и все а потом уже даже получается через несколько лет уже когда появилась у меня пи спи так куда мне допрыгать когда появился меня пи спи я собственно узнал то что там есть вот эта игра и собственно начал играть уже в пи спи то есть для меня true версия как раз вот это вот пи спиш на и именно в нее я играл и и проходил именно ее причем я параллельно играл в обе части и в эту его воды но это мне как-то надо больше потому что я знаю что большинство людей что я усложняю попроще здесь все так вот здесь да приветом колл с этим колл как у тебя с принцами персии вот вот в эти трехмерные части ты играл не играл дисков акелы вот вот я же говорю тоже диска акелы вот вот у меня тоже самое только затем за той разница что он со мной не проходил он не про он мне просто показал и все он мне рассказывал причем про нее мы с ним часто общались он не рассказывал про эту игру то есть у себя он ее так все что много болтаю и нет не то делаю тут такая игра блин что тут надо прыгать в правильной стороны мобильные но мобильные в принципе тоже неплохо сделаны я сам мобильный не хотя нет некоторые мобильные играл по пескам времени я играл так куда надо идти сюда сюда прыгай а этот сюда а не надо туда блин все я понял да 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 вот кстати какой минус я не знаю касается где-то варевы дым варевы дым я давно не переиграл а эту игру я вот перед стримом буквально переиграл прод как видите мне это нифига не помогает я все равно почти нифига не помню так я чё хотел сказать то что здесь нету альтернативных путей то что здесь только один способ прохождения вот ты не туда прыгнул все это на мой взгляд недостаток игры тем более стране с двухмерными принцами персии там вариативность все же было да там тоже некоторые моменты можно было проходить только так как надо но все-таки там были на уровнях развилки и ну можно было некоторые моменты по разному проходить но здесь к сожалению ничего подобного привет майк так куда нам идти куда мне блин идти и чем не блин делать самая частая мысль которая в этой игре возникает но зато какой у этой игры плюс по сравнению с современными это то что здесь вот современных играх прям тебе слишком явно дают подсказки то есть ящики которые можно разбивать помечают какой-то каким-то цветом стены по которым можно бегать тоже как-то помечен это в современных играх а в этой игре нет в этой игре хардкор даже нажимаю по ходу мне управление неправильно настроена да у меня у меня какого-то фига перепутаны кнопки так сейчас я на всякий случай все переназначу чтобы гарантированно было так как надо так вот кнопку x нельзя назначить так все теперь нормально да вот кстати у меня тоже я вот когда пару дней назад проходил пока версию вне стрима так сказать я все время угорал вот с этой камеры вот вот видит в определенные моменты игры появляется такой значок где можно включить альтернативную камеру так вот эта альтернативная камера она в 90 процентов случаев бесполезно она вот как бы ничего не не дает так а здесь она что вообще не показывает просто так я могу спрыгнуть не блин я не могу спрыгнуть а чё это да здесь есть конечно визуальные подсказки но они не такие как современных играх они гораздо более скоро блин опять это заставка заставки здесь к сожалению пропускать нельзя некоторые все же можно но очень мало так ладно я что-то много треплюсь надо надо с этой заточиться и кстати да я прохожу на изи я понимаю что то всех шокирует типа ты чё офигел на изи проходить но я просто уже знаю что эта игра сложная к тому же платформинговая часть она в любом случае останется такой же так я не могу сюда спрыгнуть что он вроде смогу родили я чё разобьюсь ничего не понял чет меня хотят то вроде больше некуда бежать а а вот куда да давайте по стелсу кстати стелс механика тоже большое значение имеет а вот вот так нет нельзя ну ладно так и куда а ну да правильно сюда ну здесь наверно тоже так кстати я офигел насколько здесь сложные обучающие секции в этой игре то есть тут вот сразу такое в общем-то хардкор можно сказать да у меня пока нету никаких песков все надо ускориться много треплюсь много медленно прохожу у меня как бы задача была погодите я не отсюда вернулся тут то я наверное не то делаю нет я отсюда вернулся все короче надо сотрезоточеннее быть все отлично да можно поднять оружие а это нормально блин выглядел как какой-то как какой-то баг так и чего привет десертив гека да портативный принц имеет эксклюзивные уровни но ладно сейчас уже когда раз собралось побольше людей я объясню собственно в чем смысл сегодняшнего стрима значит смотрите эта традиция она зародилась еще когда переиздали warrior within на psp так вот версии для psp warrior within тоже прям полноценные не то что уровня прям и уровней и секции уровней то есть warrior within на psp она заметно длиннее и соответственно сложнее чем обычные обычные версии ну так вот и вышла по-моему на через два года то есть warrior within 2004 вышла psp версия 2006 эта игра тоже вышла два года позже то есть обычная игра 2005 году это версия 2007 и здесь тоже добавили эксклюзивных уровней но есть одно очень интересное и подлое но только в американской версии в европейской версии нету никаких новых уровней европейская версия это тупо порт ну разве что добавили еще эти новые уровни на колесницах которые мало кому нужны потому что колесницы здесь это жесть да это не интересно да я тоже был очень рад этой игре потому что базирует на пока я в неё не мог поиграть из-за это на star force а дурацкого Странно, почему я не расценивал вариант купить Лицензию Ну, типа, наверное, она нам не так уж дорого стоила Раз мой друг смог купить, наверное, я бы тоже смог купить Ну, в общем, как-то так получилось, что На ПК я не смог поиграть И вот поиграл на ПСП О, вот Павелонская башня, как здесь урезана Ну, да, в принципе, графика как бы и неплохая Не понял, за счет эмулятора улучшена, насколько возможно Привет, Некасан Птички даже есть С кем-то мне предлагают драться, но он за грани Будем по стелсу Ага, будем хорошо Блин, ну ладно, нет, так нет Ха-ха Ха-ха-ха Короче, да, эксклюзивный уровень здесь только в американской версии Я не знаю, почему И, кстати, еще интересная деталь У меня, на секундочку, есть лицензионный UMD диск Но с европейской версией Правда, я его купил уже позже После того, как прошел пиратку Так что, в европейской версии нету новых уровней Я не знаю, почему Для Warrior Within новые уровни есть и в европейке тоже Но именно для этой части, только в американке Я не понимаю, какая здесь логика За что такая нелюбовь к европейцам Причем Ubisoft это европейская компания Почему только американцы получили эксклюзивные уровни Я не знаю Но факт остается фактом Поэтому Эксклюзивные уровни я проходил Только один раз Потому что, опять-таки В моей PSP-версии их не было Я уже потом еще раз Когда перепроходил Тогда уже, да Когда я их увидел Я скажу, когда они, соответственно, будут К счастью, пропустить их здесь невозможно Поэтому мы все увидим Котла добавлять Да, 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 да Согласен, Deceptive Gecko Это меня просто бомбит от такой эксклюзивности О, вон она, Кайлина Это она нам рассказывает, собственно, сюжет И вот ее как раз тащат Она типа богиня времени или что-то типа того Честно говоря, сюжет я здесь никогда особо не вникал А он здесь и не особо глубокий Должен еще сказать, что в этой игре Опять-таки, я не знаю, как Warrior Within Надо переиграть Но вот в этой игре есть такая проблема с затянутостью То, что всю игру примерно одно и то же То есть, как бы, есть некоторые вариации, да То есть, городские уровни, пещерные уровни И колесницы Ну и боссы еще Боссы довольно простые Увидели? Я не увидел И этот меня не увидел, да? Я это увидел Крититься времени, да Так Ага, понял Я, кстати, не знаю, как я first ранил эту игру без возможности нормально вращать камеру Сейчас я хоть немножко так чуть-чуть помню, что где делать А когда я first ранил, я-то нифига не помнил Так Нам надо как-то подняться на эту фигню А, просто прыгнуть Да, просто прыгнуть А, просто прыгнуть Ну, этот Лонгплей Его где-то 4-4 с половиной часа То есть, в принципе, да Игра не супер длинная Но я просто говорю о своих впечатлениях Я эту игру проходил Буквально Перепроходил Буквально Три дня назад То есть, 3-4 дня назад И Мне Немножко подзадолбалось Хотя я люблю принца Персии Но вот, блин Очень жалко, что такую серию мы потеряли Да, кстати, я в курсе, что недавно анонсировали нового принца Персии Но, блин, по-моему, это говно какое-то, извиняюсь Ну, не знаю Может, она будет не такой Ну, по крайней мере, она Она выглядит Вот этот Лост Кроун Который Выглядит как мобильная игра Со всеми вытекающими Она выглядит как похожие игры, которые уже выходили А если вы не знаете, то выходили на мобильных телефонах Ну, как так сказать Ну, для андроида, короче, выходил Принц Персии 2 Ремейк вот того старого принца Персии 2 И, как бы, ну, он неплохая игра Но все равно чувствуется в ней мобильность, так сказать И вот в Лост Кроуне тоже сам Блин Я не очень хорошо объясняю Ну и, ладно, я думаю, вы поняли мою мысль Короче, Лост Кроун Это ощущается как мобильная игра Поэтому серьезного отношения к ней Быть не может Ну, вроде как, да Ну, просто, блин Опять-таки, на той же PSP Есть тоже С двухмерным геймплеем игра 2010 года Я ее даже стримил Надо будет вот ее как раз тоже постримить Раз это сейчас актуально стало 2008, кстати, очень хорошая игра, на удивление Я тоже, когда он только вышел Я его ругал Но потом я понял, что очень ошибался Уже в 2015 году, когда я сел проходить 2008 принца Он мне очень понравился И я подумал, типа, блин, что я на него гнал Отличная же игра То есть он другой, да Но, блин, 2008 принц Очень хорошая игра, на самом деле Так, я допрыгну Нет, конечно, нет Надо было все встать сделать Я еще думал все встать сделать Здорово Да нет, наверное, крови Кровь, по-моему, и на ПК вырезаем Ну, мне это не так важно, на самом деле Ага, у меня сохранили Так, а что я должен сделать? Так Что я должен сделать? Вроде бы как Некуда больше Да Неплохо Я же говорю, я на PSP Вот Я на PSP был счастлив играть в эту версию И это как раз одна из первых игр Которые я на своей PSP Не прошел, а играл Прошел Прошел я эту игру очень нескоро После того, как начал играть Вот эта вот игра У меня была одной из таких вечных Которые у меня были на PSP То есть я ее закачал В самом начале Своего знакомства с PSP И практически вот все время Что у меня PSP Что я пользовался PSP У меня была записана эта игра И я никак не мог ее пройти до конца Уж очень она хардкорная Тем более С PSP-шным управлением Которое урезано И С этими 30 кадрами Что тоже, в общем-то Усложняет геймплей Хотя, в принципе, вроде не так и плохо играется Но Короче говоря First Run был тяжелым Так О, помню это место В ПК версии Блин А, не, нормально Я не умер Это уже хорошо Я жду не дождусь Когда у меня Песочные силы Появятся Потому что проходить Вот я же говорю Тут очень сложно В этой игре Начальная часть Потому что у нас Для обучающего уровня Здесь довольно-таки Сложные Ну, довольно-таки Сложные обучающие уровни То есть Это как будто бы Действительно рассчитано На тех Кто уже Прошел Две предыдущих игры И вот Прям Для новых игроков Немножко так это Так А, просто спрыгиваем Надеюсь Нет Блин А че надо было делать? Хейтить за жестокость И кровь На всякий случай Вырезаем Ну да Ну Честно говоря Мне кажется Ну, опять-таки Я понимаю Что мое мнение В меньшинстве Но мне кажется Что все-таки Кровь Это не то Что должно быть В игре Принцеперсия Мое мнение Поэтому я же говорю Чисто по духу Мне эта игра Ближе Чем Warrior Within Хотя это Интересный взгляд Конечно На серию Такой вот Мрачный Да Но все-таки Warrior Within Как-то мне кажется Ближе Так Тут какой-то Так Что-то по-моему А вот как она делает Ну просто В большинстве Игр Вода Обычно Смягчает Падение Вот прям Вот реально Почти в каждой Игрешка Которую я могу Вспомнить Вода В воду Можно Падать Без проблем Но не в этой игре Так А что делать Туда По идее Надо А как туда попасть А Вот куда Вот тут Вот здесь Вот Вот я в такие моменты Все Кричал Прям в экран Типа Блин Вот почему здесь Нету камеры Альтернативной А то тут Много мест в игре Когда нам предлагают Альтернативный ракурс Камеры Но все эти места Где он нафиг Не нужен А вот там Где он нужен Его нет Так Понял Не Мне понравилось Что именно Эта игра Она близка По духу Классическим Принцам Перси Так А куда Мне Куда Я Кстати Вот плюс Это игры Тоже Здесь Очень Быстрые Рестарты После Геймоверов В отличии От Варьер Воды Та блин Какого фига Не долетаю Я что не то делал Да нет Все правильно Надо видно Самый 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 Последний Момент Вот так Альтернатива Ракурс Камера Он так Полезен Я понимаю Что мне Предлагает Вот это Не предлагает Обратите Внимание Что Стелс Как бы То Скать Стелс Применяется Строго Против Одного Противника То есть Если Во время Того Как я Ну Вы Собственно Видели Да То есть Я делал Стелс Одному Врагу Второй Враг Меня В этот Момент Увидел Но Тем Не Менее Он Не Может Предупредить Первого Врага О Кстати Здесь Даже Лучи Какие То есть Прикольно Для PSP Вот Здесь Графон Действительно Выглядит Неплохо Да Смешно Нет Это Не Для ПК Это Версия Для PSP Играем Мы В нее Только Так Подождите Чего Run At The Wall And Пресс Чего А Ну Да 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 Играем Мы Ради Эксклюзивных Уровней Которые Есть Только В Американской Версии В Американской PSP Версии В Европейской PSP Версии Этих Уровней Нет Что Там Меня В этой Игре Еще Удивляло Сейчас Попытаюсь Вспомнить Всего Сμά Редактор куда мне блин идти что мне блин делать я главное помню что я в этом месте уже тупил я не помню не помню решение как туда запрыгнуть может вот сюда чего-нибудь походу правильно и сюда да а это мне чё предлагают наверх да ему он смешно о нормального нет стрела торчу а кстати еще забыл сказать в пи спи версии некоторые враги заменены и вообще некоторые места чуть-чуть по-другому сделаны из-за технических ограничений например здесь почти нету вот этих врагов собачек которые отсасывают наш песок здесь они заменены обычными солдатами никаких данных в помещениях куча всяких элементов шара никогда не было бы ну да есть такое и чувак ты чё слепой глухой офигеть он должен был услышать как я разбиваю эти возможно что искусственный интеллект в этой версии похуже чем в пока хотя не факт я играю на изи кстати если что опять таки не ругайте меня за это просто не хочу чтобы чтобы стрим становился штурмовым скажем так потому что игра сложная а то у меня будет желание дропнуть если если мне придется столкнуться с полным хардкором который который эта игра способна дать она способна дать хардскор я это уже знаю так и чего я назад иду а вот чем не нужно может быть может и блин не тут сделал ладно вы все равно глухие тупые да том то и дело майк вот я также посчитал что для зрителей будет лучше и для меня если бои будут попроще и главное боссы попроще они не особо сложные они скорее занудные боссы ими поэтому смысл а понял все-таки тут камера немножко подсказывает хотя блин опять-таки как я это first ранил спи спешным управлением где камеру нельзя свободно вертеть я не знаю поэтому я эту игру и проходил несколько лет причем без шуток о кайлина я действительно эту игру проходил несколько лет но не я не каждый день не играл конечно я имею ввиду что она была на моей спи записана и периодически я ее запускал и пытался достигнуть каких-то успехов то есть это были такие короткие сессии типа дошел до чекпоинта там не знаю неделю не играешь потом опять ну может не неделю но вот примерно так это все было вот первые ловушечки блин я вроде хороший тайминг выбрали не блин нифига себе это это вообще-то начало игры от нас требует уже какого-то супер тайминга ладно да блин вроде бы жара вернее когда же начинать бежать то нормально было полилу почти жестко можно 30 кадров еще мешает 60 кадров надо начинать бежать прям вот попробую гадай когда рано когда поздно да видимо 30 кадров действительно такие именно вот в такие моменты разница чувствуется для начала игры это конечно жесть так о черт извиняюсь так надо давайте-ка сделаем это так сказать чур разрешение испортил скоро нам дадут силу песка и станет проще блин я уже не успел да так так надо начинать бежать ну понятно так надо было делать все нефиг делать место легкая нет не выше ровно 60 сейчас у нас тридцатник сожалению без пишная версия именно этой игры не получается и вывести за пределы 60 шутите за пределы 30 вот варьер вы дым по спешной можно а это нет передо дна если шут как же приятно же здесь быстро менюшки работают на настоящий psp эти сохранения гораздо дольше дольше да и пока версии по дольше Дальше, я путешествовала с Индия, на острове Тайма, пытаясь обозначить их секреты. Что мы обнаружили, это барон, уничтожен место. В их холле были уничтожены, и в их гаджи были в сад. Ха! Плохо, да. я до сих пор не помню кто это рассказывает отец главного героя или кто или это визирь так как делал не вижу кто это говорит наверно и визир только откуда он говорит а не тратить время на перепрохождение одного и того же потом у нас пески времени появится станет проще но пока блин да пофиг меня байки вот мы собственно пришли к трону о фигасе валь работает сесть на него мы только так вот как можно сесть на трон в этой игре так давайте это сделаем ну тут понятно что делать а хорошо что мы уже до этого места дошли что у нас есть? что у нас есть? что у нас есть? что у нас есть? ты должен быть Принцем Персии приходи домой слишком поздно, я боюсь я думаю что у меня есть что у нас есть нет! Кайлина! что у нас есть? что у нас есть? по сюжету по геймплею нет я буду быть имминием я буду быть имминием! что у нас есть? 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 как будто бы кусок игры вырезали начали какую-то что-то там Кайлина говорить а потом раз и и и хотя вроде бы ничего не потеряли что у нас есть? что у нас есть? что у нас есть? сюжет в этих играх мне не особо важен тихо тихо вот здесь кстати как мне кажется отсылка с классическим к старым Принцем Персии вот вот то как падают плиты так его знает если здесь ограничения по количеству сохранений давайте новое так и чего так что-то все-таки в памяти отпечаталась я имею ввиду вот это вот понимание куда идти и что делать вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да тут здоровье пока не особо нужно так что не страшно так я перепрыгнули или нет так чувак ты бы спасался лучше а не думал о том как мне нагадить вот внутри помещения тут вообще графон неплохой кстати он заметно хуже когда открытый пространство или когда показывают модели близко собственно начальнию самая ценная награда аж 10 кредитов песчаных так может туда не до это так и куда тихо 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 агенту агенту по сути и и агенту и и агенту Продолжение следует... 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 да невыносимая легкая стимуляция странно почему-то я не могу сменить режим рендеринга он должен меняться это проверял вчера все это что за прикол то что как-то со стримом связано как странно даже не знаю чё чё делать ты это не до версии мне непонятно почему нельзя сменить почему нельзя сменить бэк-энд так называемый как здесь не это переведено я вчера это проверял сразу с разными вариантами ну это это не то попробовать просто на пофиг так ну давайте правильное преобразование берем не знаю но это не должно влиять это не должно влиять захвата не обжигли захват это именно эмуль вылетает это не захват вылетает это вылетает эмуль ну блин это вряд ли что-то повлияет хрен его знает ну пусть будет не знаю не знаю будем проверять так инструменты информация системы так это не то система звук интерфейса так анимация это все фигня быстрая память не знаю что это верить ошибку доступа к памяти ну хорошо давайте не игнорировать фиг его знает не знаю давайте проверять да не нормально не ну просто я не знаю может быть эксплит как-то 11 почему не могу сменить 11 direct x я не могу понять просто не могу этого понять а может здесь его надо поменять так хорошо нет и рендеринг меняется не дает сменить блин какого фига он менялся вчера я прямо во время игры его меня он перезапускал игру после этого и продолжал я не понимаю почему мне не дают сменить рендеринг кофига блин долго эти все загрузки сейчас проверим так вот где-то здесь у меня вылетает давайте еще один состоит на этом месте блин оно починилось вот что на это повлияло а вот что 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 на это повлияло вот знать бы да да мне просто интересно что что я отключил то разрешение рендеринга вряд ли экрана синхронизация может быть обратное преобразование что аппаратное преобразование я не знаю включить медленные эффекты пускай так ну ладно ну что то там такое да ладно теперь по крайней мере мы знаем что это лечится честно говоря у меня не так много опыта эмулировать PSP собственно я только ради стримов собственно ради стримов игры о принце персии к слову я это и делал я до этого еще другую игру о принце персии тоже с PSP стримил а сейчас битва будет да надо их заманивать я знаю да блин я че то умер то а а что это умер то а а а что это умер то а живи спасибо что живу ты и снова наш любимый вопрос что блин мне делать и и и и и и и и и уму ниже и ниже как низко пал наш принц тролльская стена так и чего просто бежать а тут я ну да 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 наконец-то сила черного принца нас настигает а вы че делаете Да что ж он бронер Черного принта Это же главная особенность этой игры Да я говорю что такое время было что вот эти темные темные воплощения героев были в моде но эта игра раньше чем в третий пизо полке Сколько же вас опять таки игра искусственно затянута обилиями врагов Это просто пруты 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 Блин вы задолбали Не не они кончаются я помню Они конечные просто их очень много Боевая система за черного принца могла быть и получше конечно Так Так еще раз Чего вы от меня хотите Черного принца у нас постоянно убывает здоровье Поэтому Ладно не ладно Я считаю Гонка со временем Зато мы бессмертны Потому что Каждый Убитие каждого врага Кухнина И разбитие каждого кухнина Восстанавливает нам здоровье Цепной Да Совсем Как это Распоясался Сцепи сорвался Вот Принц Сцепи сорвался Причем у него довольно странная слабость у черного принца Сейчас вы узнаете какая То есть можете уже Вот кто не знает Можете попробовать в чате угадать Какое условие в игре чтобы вернуться в обычное состояние Как вы думаете Нет Если упадешь в яму то помрешь конечно Но При битве с врагами Ай-яй-яй-яй-яй При битве с врагами хп восстановится Есть одна вещь Которой именно черный принц боится То есть не игрок А именно персонаж Черный принц Не любит одну вещь Белый принц ее любит Белый А черный нет Это Это Вода Как только мы касаемся воды Мы возвращаемся в состояние обычного принца Белый Вот такая Интересная слабость Абсолютно нелогичная Ай-яй-яй-яй-яй-яй Да Враги могут нанести урон Но Я вам скажу Что Все таки Это очень редкий случай Чтобы Будучи Черным принцем Умереть от урона Это Бывает Но Но Так А их Обязательно убивать Вообще Походу Да Вот тут просто Вот Прямо наверное Чувствуется Да То что Вот эта секция игры Она прям создана Чтобы Удлинить Время Удлинить Прохождение Потому что По сути ничего не происходит Мы просто боремся с толпами врагов Так что Все таки да Чувствуется в этой игре Некоторая халтура То что она Третья по счету То что разработчики Уже немножко Выдохлись Все что хотели Они уже как бы показали Хотя новые механики здесь есть Вот тот же стелс Он сделан довольно неплохо Гонки на колесницах Они просто Адово сложные Но в принципе Прикольно Может даже и неплохо Хотя Они меня бесили конечно Да Относительно Бессмертные Так Ишь Опять наш любимый вопрос Что мне блин делать Отсюда Я пришел Смотреть на стены Ну видимо Ага Вижу Ага Вижу О Первый секрет Вот Для тех кто не знает Ну в принципе Во всех играх В песках В песках времени Было Такие вот пополнения здоровья Ну не пополнения Увеличения Максимального Количества здоровья Но В первых Ну в самой первой части Песков времени Там Не нужно было проходить Никаких испытаний В Warrior Within Я не помню По моему тоже были испытания И здесь вот есть испытания Причем здесь испытания двойное Первый раз просто чтобы добраться до этого Волшебного зелья так сказать А второй раз уже Ой ой Бligt Тихо 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 Тр nosso Блин Не рассчитал Да стой почему не может встать на земле но не но не на шипах блин идиот а если вот так вот так вот так лучше да пополнил здоровье и школы и прохождение всех секретов нет не меняется концовка а такое было в какой-то из частей да во второй по моему до варевы дым не помню ну здесь вернее точно нет там я не там я не помню а здесь точно не вот второе пополнение здесь довольно подло расположена его легко пропустить да вот что-то такое тоже припоминаю но я в warrior within меньше играл так нам сюда может нет боли можно и не сюда настолько негостеприимно выглядит ну что только свистни он появится черный принц когда мы блин когда мы уже дойдем до новых уровней это вы меня должны спрашивать но я уже сам задаюсь этим вопросом я же говорю в этой игре очень долгое вступление вот это все обучающие уровни по сути и они длятся целую вечность уже хочется нормальной игры так сказать но нет игра по-прежнему еще не началась прок по крайней мере у нас появилась перемотка времени уже неплохо хорошо 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 когда принц был уничтожен на земле что-то было уничтожено в голове что-то странное и слабое что-то скромное что-то скромное 7 лет на руках не было уничтожено принцем и сделал его тяжелый этот потенциал свою другую половину а это сколько это это вы блин успел отлично по наконец-то вот сейчас игра начнется наконец-то я даже сделаю два с его по этому поводу вот здесь и еще один чтобы случайно потом не перезатереть вот вот эти вот песчаные вихри так вот объясняю фишку именно этой версии да не отвлекайся что такое страшно и эти артефакты позволяют ему транспортировать так вот значит вот эти вот песчаные порталы назовем их так прикол в чем прикол в том что после каждого после закрытия каждого портала в обычной версии мы просто получаем какую-то плюшку типа там новую способность или песчаные кредиты но в этой версии им только псп-шной версии американской причем американской псп-версии мы попадаем в новые эксклюзивные уровни вот он момент истины вот вот этого вы не видели эксклюзив на ваших глазах надеюсь еще не успели разбежаться сейчас будет самое интересное ради чего этот стрим собственно и затевался ну-ка Продолжение следует... О, суга, я смотрю, тебя это так взволновало, что ты даже теряешь дар речи. Вот такой вот эксклюзивный уровень. Причем с новыми озвученными фразами. И вроде как... Ну, я там, не забывай. И вроде как это вплетено в сюжет. Так. А, что тогда делать? А я не могу, к сожалению. Привет, ММЖ. К сожалению, я не могу. Потому что Restreamio у меня вообще не работает. То есть у меня просто блочит... Так, подождите. Что-то я фигню делаю. Так, давайте не делать глупости. Так, надо разобраться... Если что, вот эти дополнительные уровни я проходил всего раз в жизни. Это было лет, наверное, 10 назад. И я ни хрена не помню. Ага. Я все-таки нашел. Ага. Продолжение следует... 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 блин так ну не так ну идея верная ладно я кажется понял наверное прыгни ты вот бесит меня что в этой игре одинаковая кнопка за перекат и за прыжок отвечает да майк именно так это тот самый эксклюзивный уровень их 9 то есть по количеству вот этих вот песочных порталов для каждого песочного портала появился новый уровень так и я пока нифига не понимаю этот уровень проходить он загадка на этом я как бы смысл вроде понял что нужно поднять эти штуки чтобы они ко мне поднялись на нет как мне блин может жить я не так как не спуститься я не знаю даже как не спуститься вниз да нельзя ли спуститься а можно а вот так ладно все проще чем я думал так тихо идиот ну короче короче неправильно ладно я понял что надо сделать и не совсем понял как я хотя бы понял что от меня хотят и здесь опять таки нету к альтернативного угла камеры он здесь прям напрашивается чтоб я мог видеть нормально что происходит но я нифига не вижу да лока красивая я плохо вижу что я там накрутил да локальчик да блин да прыгай ты ну музон тут это обычный не новый так нормально я накрутил фиг его знает ладно давайте спустимся проверим нет я плохо накрутил я же не допрыгну конечно нет вы блин эти в этой локации нам бесконечно пополняют пески так что я блин должен сделать пройти да хоть что-то понятно так это я хорошо сейчас другую попробую дернуть так наверное сейчас надо будет левый дернуть я так понимаю сейчас проверим здесь я вообще ничего не могу да это лажа левый надо дернуть или правый что-то блин на фига загадки то почему нельзя было первый уровень как-то подобрее зачем сразу адовую загадку делать можно было какой-то платформинг там нет блин сразу же сразу же загадки так нет надо правой крутить правый отвечает за более ближнюю фигуру так а теперь левые потому что мне некуда будет прыгать же правильно я справа на 0 и короче не ну типа так я хз я хз жгу ракурсы камеры неудобные я плохо понимаю что я вообще поменял блин так начало правильное значит вот эта часть правильная не испортить бы ее сейчас нужно правильный выбор сделать какой покрутить ну если интересно смотреть я рад главное чтобы это не было скучно по-моему лажа это я левый покрутил да а если обратно его покручу это я не знаю есть так как м Блин, я не знаю, давайте проверим Да блин, да спрыгни ты вниз Ну вот, что так сделали по-идиотски, что нормально не спустишься Да ё-моё, спустись вниз Вообще к этой игре у меня много претензий, как к обычной версии, так и к этой расширенной Так, ну чё, да прыгнешь? Да прыгни, пожалуйста О, отлично Надо же, я это сделал Фух Блин, не даю даже камеры повертеть А хотя бы посмотреть на эту красоту Там, не, дайте посмотреть Какая-то русалка на ветвях Так, это чё это такое? Так, ничего Не понял Ой, разработчики Зачем? Зачем? Зачем вы такие запутанные эксклюзивные уровни делаете? Вот зачем? Вот чё я должен делать? Тут же больше ничего не надо делать Может тут надо что-то делать? Да, тут надо что-то делать Да, привет снайпс Отлично Отлично, конечно Без ловушки было бы скучно Такой ракурс камеры Что ты даже не думаешь о том Блин, чё так много их Даже не думаешь о том Что тут слева что-то может быть Эээ, а че за не честно так? Ну так не честно же. Не, я имею ввиду, что эти столбы крутятся, а лестница уже пропала. Эээ, я успел, ох ё-моё, это кстати знак из этого из первого Принца Персии, который, ну в смысле пески времени. Блин, вы серьёзно, ещё одна загадка? Нифига себе эксклюзивные уровни, о, а это из второго Принца Персии. А, чего блин? Чего? Не, ну, я типа должен смотреть, кто где умер и как понять. Да, знак второй части, чё, тупо по порядку что я? Ну, видимо, да, да, видимо, реально в этом и загадка. Ну, прикольно, конечно, но прям сразу убивать. Короче, вот такие вот эксклюзивные уровни. Главное тут, видите, чё прикольно, тут новые диалоги для них написаны. То есть, как принц с чёрным принцем, как они беседовали. То есть, тут всё это сделано, это круто. Вот, можно разглядеть этот храм. Так, сейчас надо как-то... Вот такой чудный храм судьбы. Вот такая вот красота. Так, ну всё, хорошего понемножку. И вот таких новых уровней здесь аж 9 штук по количеству песчаных порталов. Радует, что хотя бы эти новые уровни не нужно искать. Да, Адамрайдер. А это ещё не всё. Это ещё не всё. И для тех, кто подошёл ещё... А, куда, чего? Те, кто позже подошёл, повторю, что эти уровни эксклюзивные, только американской PSP-версии. То есть, только на PSP и только в американке. Хотя, под этим же названием выходила ещё версия для Nintendo Wii. Тоже Rival Swords она называлась. Но у неё нет этих эксклюзивных уровней. Вот такая вот интересная фиговина. Это всё? А, нет. Можно пройти. Я просто... Просто это плод... Этот плод, он вроде бы как... Он вроде бы как двигался. Я думал, что всё. Что типа он уплыл и геймиловер. Эти эксклюзивные уровни я проходил только один раз в жизни. И было это очень давно. Поэтому я их вообще не помню. Совершенно. Да, прикольно, но я не понимаю, зачем их делать таким эксклюзивом сумасшедшим. Почему их нет в версии на Wii? Почему их нет в европейской же PSP-версии? Меня с этого прямо бомбит. Потому что я на своей PSP проходил именно европейскую версию. Более того, у меня есть лицензионный UMD диск. Соответственно, европейской версии. Но там этих уровней нет. Так. Сюда. Да. Именно так. При том, что Ubisoft европейская компания. Тем не менее, своим родным европейцам Питер Мулинье не смог поиграть в эту версию. Ай-яй-яй. Какой Питер Мулинье? Что я несу? Ну, Питер Мулинье тоже, но я не его имел ввиду. Создатель Принца Персии. Как его зовут-то? Блин. Что я несу? Какой Питер Мулинье? Да, Джордан Мэклер, точно. Питер Мулинье. Ну, Питер Мулинье тоже подходит. Он тоже француз. Кстати, спина грязная у нас главного героя. Интересно. Это что, он реально пачкается в течение игры? Питер Мулинье. Ну, это понятно. Да. Ну, я из интернета узнал. А было это в какой-то рекламной кампании? Я ХЗ. Виичную версию рекламировали тем, что, типа, вот, вы сможете сражаться, как настоящий принц, там все дела. В рекламу виичной версии я видел. А вот, которая также называется Rival Swords. А вот именно про эксклюзивные уровни. Ну, тут подсказка в том, что для PSP-шного переиздания Warrior Within там тоже были эксклюзивные уровни. Но там они были у всех. Ну, я имею в виду в европейской версии тоже. И там они были насильно вплетены в сюжет. То есть, хотя здесь, по идее, они тоже вплетены. Но там прям обычные уровни были расширены. То есть, ты никак бы даже мог не заметить, что ты играешь в эксклюзивный уровень. То есть, вот, играешь, играешь, и тут вот одна часть уровня старая, а другая уже новая. Вот так вот было в PSP-шном Warrior Within. А здесь все-таки видим переход. Зато Мехнеру нравится Lost Crown. Вот этот новый принц Перси, который анонсировал. Так, сейчас на секунду отбегу. Субтитры салитры. Приятного аппетита. Так, я здесь. Забавно, что в начале игры Черный Принц нас хвалит, а ближе к концу игры он будет нас поносить просто. Причем, как бы мы ни дрались, он все равно будет говорить «Да, ты, типа, дерешься как лох, причем буквально!» А вот и он, только что-то музыка не проигралась. Только свистни, он появится, Черный Принц. Кстати, есть же торт, торт Черный Принц. Так, глупо сделаю. Кстати, вот у Черного Принца тоже есть механика стелса, но она как-то работает криво. А именно, здесь не показано, в какой именно момент тебе нужно нажимать кнопку, и я поэтому не понимаю, как делать стелс за Черного Принца. мне опять эта дурацкая музыка, которая по ушам режет. Вот этот треск. Афо Принц? Нет, он не афро, он именно черный. Ну и темный. Если вам это больше нравится. Ну, возможно, и багают, но они в оригинале эти звуки неприятные, я вам скажу. Так что это не сильно баг, а оно примерно так и должно быть. Сюда же нельзя, да? Ну конечно. Так, а что делать? Куда мне, блин, идти? Я не понял. Да, спасибо. Чёрт, я не понимаю. Вот здесь чип сожрать, да, переигрывать придётся. Наверх. Я просто вроде сверху-то и вернулся. Пришёл вернее. Ааа, не туда. Так, я пришёл отсюда. Походу мне этот враг вообще нафиг. не нужен. Да, вот что надо было делать. Надо было плюнуть на этого врага и идти дальше. Вот правильное решение. О, такие, кстати, стелс убийства с цепей он делает автоматом. А вот такое, как делать, я не понимаю. Потому что так. Тем более, что Чёрный Принцик валит вообще на секунду. так, опять режим чипсов. Да, делаем попкорн. Возможно, что в PSP-версии оно в принципе так звучит. Здесь же звуки немножко пожаты по сравнению с ПК-версией. Так. А, слушайте, это место помню. Я тут долго тупил. Тут бесконечные враги, да. Вот это то самое место в игре, где бесконечные враги. И что делать? Я не помню. Нет. Явно не это. И не это. Да блин, уже два следующих этих клуба. Да нет, по столбам тоже он что-то не то. Да блин, сколько ж врагов-то. Так, надо вспоминать. Да блин, отстань. А вон, вон, вон. Смотрите, вон, вон, вон. Нам сюда надо прийти. Так, как нам сюда попасть? Ага. Так, а куда, куда я? Ага. так давай беги-беги-беги-беги-беги да блин отстань время да у меня тут тормозов да блин и отстань а сейчас наша любимая секция подгрузочка с юнги диском да так режим попкорна о сохранении отлично режим попкорна он все не отпускает так давайте-ка перезагрузимся от этот попкорн по нервам бьет а сейчас по нервам будет бить уже сам уровень ну хотя честно вам отлично хотя честно вам скажу сейчас эти колесницы уже мне не кажутся такими адами ой какие низкополигональные лошади вы только посмотрите на ней посмотрите на этот графон не-не-не попкорн он есть в оригинале тоже и в оригинале вот эти тоже у меня боговал просто он здесь звучит более противно за счет того что звук худшего качества картошечная колесница черт да какого фига-то выезжает сразу 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 лэфт блин что-то я уже хуже играю чем пару дней назад пока версия куда-куда-куда да могу так все пески профутал они конец и сбежали непонятно про зачем избегать лошадь классная тут как по местами то есть где-то графон неплохо выглядит а где-то прямо хотя я когда игра на псп я там особо не замечал у меня больше сам уровень до безглазая лошадь до кошмар тоже как ну знаете что те nightmare и кошмары фэнтезийные существа и я и и и и и и и да блин какого фига чё надо сделать так прыгаю посередине а да действительно спасибо о а и 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 сейчас будет второй эксклюзивный уровень я надеюсь он легче будет так не понял а да можно вниз а все я помню вот так это делается да блин какого фига короче нафиг этот стелс блин он еще не сработал все нафиг стал вот этим чем минус то что когда мы черным принцип становятся мы теряем свое оружие второстепенное нас забирает оружие заходите так блин тут так сразу стелс настолько сложнее стал тут по-моему даже сушь типов пока версии даже такой жести нет я помню что я на псп мучился с этими пюты и остался вами по моему тут тайминги более жесткие здания тут прям нажимать нужно в ту же даже не секунду миллисекунду да игра классная блин вот что это такое а а Продолжение следует... Все? Нифига себе, мы легко отделались. Повезло. Да, имя так, про, здорово. А вот эксклюзивный уровень номер 2. Ради чего, собственно, этот стрим и задевался. Вот этих уровней нет больше нигде. Только на PSP и только в американской версии. Хе, когда закрывается дверь, открывается окно. Да, первый эксклюзивный уровень, конечно, был покрасивее. Там это был какой-то таинственный храм. А здесь это просто городской квартал. Дайте посмотреть вообще, где я. Так, сложность этих новых уровней, она выше. Э-э-э-э-э-э, ты чё? Так, подождите, они не восстанавливают. Блин, а здесь пески не восстанавливаются. А там восстанавливались в первом эксклюзивном уровне. От стенки Походу да Да, действительно Блин, они так озвучены, как-то кринжово Зато хорошо озвучены Наши два принца Как черный, так и белый Блин, да Короче, нафиг ваш стелс Все, не будем тянуть время Да, блин, что ты мажешь Вот так Там, блин, ухватит урон Всех получать О, классно, он тупит Начальник охраны Да хватит, айка Он его даже не бьет А он урон получает Да О, я его вылечил Тупизны Так Но это еще не все Здесь какая-то теперь ловушка Ловушка-загадка Так, наберем кредиты Детий штук Да, почему эта игра такая жадная? Если бы вы увидели, какие тут цены Внутри игровом магазине Вы бы поняли, что 10 кредитов Это такой мизер Даже 100 кредитов мизер Блин, что такой ракурс камеры упоротый? Так А нафига? Наверное, для стелса А как? Где тут кнопка была? Видел, что тут кнопка есть Ну какого фига? Где эта кнопка? Вон она А, все Аж 100 кредитов Какая щедрость Забавно, что именно здесь 60 фпс игра выдает Вот именно в этих секциях Но это единственный Момент Так Ну все тогда Дохожу до чекпоинта И на сегодня хватит В принципе, не так и мало прошел Для первого стрима Два из девяти новых уровней Я вам показал Но это не потому, что Просто в начале игры Довольно длительная секция Где этих уровней нету Вот эта вот обучающая секция Которая довольно длинная Так Я откуда пришел? Я назад вернул? Нет, я не назад вернулся О, песики Вот этих песиков В псп-версии Отлично Вот этих песиков В псп-версии почти нет Блин, ну что за фигня До рано еще Еще не сохранился Блин, хорошо Откуда чекпоинт? У меня такой вопрос В этой игре Тактические сливы Имеют Смысл Потому что Ну в общем Тут много таких мест Где если получил геймофер То тебя бесплатно вылечат Да Нет, а что А, ну я и так уже заканчиваю Так что В принципе, Майк Ты почти весь стрим видел Так что Не переживай Сейчас я уже буду заканчивать Буквально дойду до Сохранения И все Так А, вон куда Обидно, что Три уровни Только в псп-версии Которая очень убогая По графону Я надеялся Что они есть на вии Но, к сожалению Нет Хотя Лично я не проверял О, я видел Видеопрохождение А, блин Тут система Battle Toads Я смотрю Когда у тебя здоровье Воруют Это Клайп или Вейдер Да Привет Шейген Кстати, помню Аж не было Да Да Серия Крутая Я, к сожалению С этой серией Познакомился уже позже После того Как она стала популярной Ну, как я уже Да Те, кто позже подошли Я коротко перескажу То, что Мне Мой школьный друг Рассказывал Об этой игре Что Вот какая она Классная Я сначала подумал Типа, блин Ну, принц перс Это ж типа игра С Дэнди Че ты мне Типа рассказываешь Не может быть Она классной Но, а потом Один из дней Он мне принес Диск Это был DVD От Акелы Где все Три части Этот диск Защищен Старфорсом Поэтому До сих пор Сохранения Кстати, не было Поэтому я не мог У него Этот диск Скопировать И вот он Мне один раз Показал И все И больше Я в эту игру В следующий раз Поиграл Только когда У меня появилась ПСП Во всем виноват Старфорс А, вот что надо делать Блин, мы наконец-то Написали Как это работает Механика Надо оказываться Другую гноску Жать Не такую Как за белого Почему мне Это объясни Только сейчас Вот как это работает Так А здесь Я что должен А Все, понял 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 А может и не понял Нет, я не понял Секунду Не, я не понял Нет, мне нравится Ну просто Блин, извини меня В 2005 году Ну как бы Дэнди уже Мягко говоря Не актуальная Консоль А Ретро гейминг Тогда еще Не Не стал Как бы Это сказать Мне нравится Мне нравится Дэннис Кистоить Персии Но Мне что Рассказывали О современной Игре Дэннис Что делать Стоп А вот так Нажать Просто я не представлял Принца Персии Никак иначе Кроме Как Дэннис Версию Так Что здесь Блин Делать Я не могу Понять Блин Ну какого Фига Походу Я сейчас Все встать Сделаю Потому что Я решительно Не понимаю Так А все Я понял Я понял Вот что Надо было Делать Все Гораздо Проще О Слабое Место Нашего Принца Черного Принца Он боится Воды Вот там Есть логика Раз он Черный Значит Он Боится Всего Чистого Так Где мне Блин Сохраниться Здесь Нет Вот здесь Так Ну не знаю По идее Уже Надо Стрим Заканчивать Но не знаю Давайте Попробуем Быстренько К следующему Чекпоинту Если Будет Быстрее Буду Помирать То Все О Бара Что это Чекпоинт Слабить 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 Это не может быть она Вот я его мысли Озвучиваю Ну это она Так Да Кстати Будем Пропускать Необязательные Битвы На самом Деле Наша Задача Моя По крайней Мере Этот Стрим Не Затягивать То Есть Я знаю Что Игра Длинная Поэтому Буду Стараться Проходить Побыстрее Так Что Я не Понял А Все Теперь Понял Короче Ты Мне Нафиг Не Интересно Нет Так Нельзя А Что Тогда Надо Все Просто Игнор Ребят Да Блин Полный Игнор Не Получается Игра Меня Наказывает За то Что Я Убегаю От Врагов Да Блин Залезь Что Сюда Что Я Вроде Не Сюда Блин Вот Что Вы Мне Сейчас Показали Вы Думаете Я Понял Сюда Что Или Туда Или Куда Чего Нет Что Мне Кажется Я Тут Не Допрыгну Да Сюда Вот Тоже Офигенно Ракурс Камеры Вот Очень Понятно Прям Офигенно Понятно Что Мне Показывают Зачем Это Тогда Дайте Мне Пески О Отличная Игра Меня Услышала Так Сюда Походу Да 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 Вот Я За Эту Эту Люблю Что Она Ближе К Пескам Времени То Ближе К Заветам Мехнера Вторая Часть Я Знаю Что Ее Многие Любят Но Все Так Это Немножко Не То Хотя Она Тоже По Своему Классная Конечно И Как Эксперимент В серии Она Смотрится Здорово Но Хотя В этой Игре Тоже Много Недостатков Так Ну По-моему Да Я секрет Не должен Пропустить Блин Вот Это Какое-то Булшетное Место Я Помню Что Здесь Умирал Так А Вот Почему Вот Почему Вот Вот Эта Вот Эту Штуку Ее Не Видно Это Очень Булшетное Место Я Тут Много Раз Помирал Прежде Чем Понял Что Меня Игра Хочет Но Сейчас Тоже Помер Так А Че Кстати Почему Не Зацепился Он Вроде Тоже Зацепиться Не Понимаю А Вот Так Слишком Яркое Стрим Вот Сейчас Выскочить До Того Как Дверь Закрылась Обратно Имеется Ввиду Выскочить Это Прям Очень Подло Вот Вот Теперь Мы Попали В Секрет Да Это Хорошо Что Вот Я Решил Эту Игру Проходить На Стриме Именно После Того Как Недавно Ее Прошел Сам И Поэтому Я Многие Вещи Помню И Надеюсь Что Все Так Стрим Не Затянется До Каких Неприлично Длинных Когда Меня Настройки Было Темнее Чего Серьезно Игра Светлее Стала Я Не Заметил У Такой Была Подлое Место Так Так А Просто Вот Так Вот Так Давай 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 Быстро 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 Ее Очень Легко И Быстро Прошли Блин Мне Че Там Может Попробовать Босса Заводить Босс Тут Тот Еще Козел Вернее Как Он Легкий Вот Опять Так Хорошо Что Я До Стрима Игру Прошел И Я Помню Этого Босса Босс Тут Вообще Все Боссы В этой Игре Они Чисто Такие Кьютое Можно Сказать Но Не То Что Кьютое Имеется Ввиду Что Против Них Четко Прямо Тактика То Есть Они Мочатся Не Чистым Геймплеем А Тем Что Надо Что То Сделать Для Победы И Самое Сложное Это Понять Что Нужно Сделать Так Как Я Помню Так Как Я Недавно Проходил Игру То Проблем Быть Не Должно Так Что Давайте Замочу Босса Потом Может Меня Обидится Человек Который Ушел Со Стрима Ну Типа Я Ему Сказал Что Я Сейчас Закончу Ладно Ничего Страшного Игра Длинная Он Еще Успеет Насладиться А Ты Все Еще Тут Понятно Ну Тогда Вот Сейчас Посмотришь Как раз На Первого Босса Так Сразу Сохранимся На Еще Один Слот Что Перед Этим Засранским Боссом Засранским Потому Что Блин Вы бы Знали Как Я С ним Мучился Когда Проходил Игру Фер Страном На ПСП Своей Я Не Знал Как Мочить И Главное Тут Заставка Перед Каждой Попыткой Надо Смотреть Заставку Заново Я Рыжая Борода Потому Что С Таким Графоном Кажется Что У Борода На Сам Деле Это Кровь Абсолютно Непонятно Было Что Делать Долго Я На Нем Застрял Когда Фер Странил Они Не То Делаю Блин Залазь Да Куда Что Ты Делаешь Принц Очевидно 30 ФПС Да Куда Ты Прыгаешь Там Платформа Есть Прыгни Ты На Нее Ну Вот Так Ютэ Так Первый Главный 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 Теперь Второй Вот Конечно Да Булшетное Место То есть Казалось Бы Иди Сражайся С боссом Но Нет Надо Именно Вот Где То По Бокам Арены Найти Вот Эти Вот Альтернативные Пути И Тебе Никакой Подсказки На Это Не Дают Вот Здесь Подсказка Бы Не Помешала На самом Деле То есть Блин То есть Вот Чтоб Игра Именно Тебе Сказала Что Делать Блин Потому что Это Нифига Не Очевидно Так Все Вернее Еще не Все Босс Еще Может Надрать Нам Одно Место Дело В том Что Этот Босс Может Ваншот Нать Блин Ладно Я Молчу О Ваншот Ну Это Не Ваншот Но Очень Много Здоровья У Меня Это Был Ваншот Почему То Да По какой Причине Но Пока Вер Пока Вер А Я На Изи Игра Может Поэтому Да Наверное Отличный Ожив Босс Не Очень Хорошо Под 16 На 9 Ух Наконец-то Завалили Этого Босса Сколько Он мне Нервов Попортил На моем Ферстране Да Даже На моей Недавней Попытке Он мне Нервы Попортил Не так Много Конечно Но Из-за Того Что Главное После Каждой Попытки Надо Заново Заставку Смотреть Как Минимум Минут 20 Я Точно На нем Потерял А сейчас Вообще Прошел Без проблем Ну Так То Изи Ненамного То И Изи Так До Нормального Сохранения Дойдем Ну Либо Если Либо Если Игра Будет Что-то Сложное Будет А Я Понял Я Понял Я Понял Что Надо Делать Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует да что ж ты вот как тебя выровнять блин дебил прыгай на лестницу не забыл да вот близнецы гладиаторы тоже неприятный босс я правда не сильно долго на нем сидел но вот не хочу эти все моменты поэтому я и выбрал изи я хочу вам все-таки показать новые уровни прежде всего они 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 получать хардкор от оригинальной игры ну все теперь надо сохраняться а вот и наша фара а ну вот это фара как вы знаете мой имя да я я я готовлю твоя ответственность я слышу истории прекрасные истории красивые красивые и милая принцесса в индии один который путешествовал в бэбилон панет а не был визир у из косты great distress как сочиня и как Эх, ладно, все, эта игра, конечно, затягивает, но надо надо заканчивать, так что все, на сегодня это уже точно все, завтра, наверное, продолжу, ну тоже где-то в районе так 6-7 часов, точнее сказать не могу, рад, что вам понравилось, что у этой игры тоже много фанатов, и, в общем-то, постепенно к цели мы своей движемся, два из девяти новых уровней я вам показал, так что ждем продолжения, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok